Меня снова слышно? Если да, то мы начнём тогда. Так. Ещё, пожалуйста, поставьте плюсики. Да, окей. Так, всё, я поставил на запись. Спасибо, что нашли время послушать. Я думаю, что будет интересно. В принципе, я буду говорить о каких-то простых вещах. Но я надеюсь, что вам это будет полезно. Сегодняшняя тема продолжается... В смысле, с помощью сегодняшней темы мы продолжаем общую тему, которую мы развиваем в этом месяце. Это тема как бы старшего поколения и пожилых людей, и как они могут использовать интернет и технологии в своей жизни, для чего это нужно. Что с помощью этого они могут получить, и вообще, как это делается. Конечно, тема такая сложная с точки зрения аудитории, потому что, так как мы рассказываем о том, как использовать технологии для пожилых людей, сами пожилые люди вряд ли или редко присутствуют, потому что как раз это и есть целевая аудитория, которую нам нужно привести в интернет, да, чтобы показать им, что это что-то полезное, а не что-то такое вредное и не что-то непонятное. Ну вот, сегодня есть Галина. Я думаю, что она немножко, может быть, нам напишет в своем вопросе что-нибудь потом или расскажет. Так, а я начну тогда. Меня зовут Алексей Ницца, я провожу вебинары. Ну, сначала пару слов о том, что площадка предоставлена нам фондом Focus Media, и с помощью нее мы проводим вебинары на webinar.ru, поэтому вы можете зайти по ссылке, посмотреть, чем занимается этот фонд. А фонд занимается социальным развитием и охраной здоровья. Тоже очень полезная деятельность. И, как я уже сказал, меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вент-редактором. То есть, все, что касается мероприятий, инфопартнерства, это ко мне. Мой мейл написан, вы также можете обращаться напрямую, писать мне по любым вопросам. И я делаю видеоуроки, такие небольшие видео, которые уже порядка 60 с чем-то, скоро будет еще больше. Это небольшие видео, по времени, может быть, минут 5 в среднем. И там я рассказываю, как пользоваться онлайн-сервисами. То есть, это те сайты или сервисы, которые работают у вас в браузере, ничего не надо скачивать. И о разном рассказе, на самом деле. То есть, это и безопасность, и эффективность. Это то, что помогает вам делать вашу работу более эффективно, независимо от того, что вы вообще делаете. Потому что, на самом деле, сейчас процентов, наверное, 80 уже, может быть, больше, связано все-таки с интернетом. Если вы в организации работаете, скорее всего, у вас есть сайт, вы общаетесь по электронной почте и так далее. То есть, много чего интересного можно посмотреть. И опять же, если у вас есть какие-то запросы о том, чтобы сделать что-то, или узнать, как что-то сделать, вы можете мне написать. И я с радостью сделаю об этом видеоурок. По поводу вебинаров. Мы проводим наш вебинар два раза в месяц. Соответственно, уже накопилось достаточно много в последнее время. Я их еще записываю, как бы, свой экран и делаю плейлист на YouTube. То есть, там более такое хорошее качество записи, именно со звуком. Поэтому вы можете посмотреть предыдущие записи. Как я уже сказал, что презентация с картинками, картинки кликабельные. То есть, вы когда скачаете, откроете презентацию, вы сможете нажать на картинку и перейдете по ссылке. То есть, уже есть вебинары на плейлисте в YouTube, а также есть на нашем сайте во вкладке мероприятия и вебинары. Там достаточно много их. И вы можете посмотреть то, что, например, пропустили, или то, что вам покажется интересным. Потому что, по сути, мы создаем контент, который важен, и вы можете поделиться им со своими друзьями или коллегами. Поэтому говорю привет всем тем, кто смотрит записи или будет смотреть записи. И, опять же, если у вас есть какие-то пожелания, например, или темы для того, чтобы сделать вебинар, то есть, чтобы рассказать более подробно о чем-то, то тоже можете написать, я с радостью это сделаю. То есть, в частности, мне, конечно, интересно рассказывать о чем-то, то есть, как что-то сделать, использовать какой-то ресурс. Но, в принципе, можно там задать какую-то тему. Например, как у нас была тема измерения эффективности некоммерческой организации. Мы приглашали спикеров, то есть, экспертов в этой области. И тоже было интересно послушать. Также можете списать, как я уже сказал. Я вам напишу, наверное, свою почту сразу в чат, чтобы, если что, вы могли ее скопировать. Да, добрый день, пенсионеры есть. Отлично. Так, почта есть. Просто себе потом скопируйте и можете написать мне. Двигаемся дальше. И я буду сегодня просто много рассказывать, мало показывать, но я думаю, что ценность как раз в этом. И мы сегодня будем говорить о людях старшего возраста. Естественно, что пока я не являюсь человеком старшего возраста, но буквально через несколько лет я им стану. Поэтому все неизбежно мы будем людьми старшего возраста. Поэтому эта тема достаточно актуальна не только для людей, кто уже старшего возраста, да, кто является пенсионером. Ну и, в принципе, для всех тех, кто в ближайшее время или там в ближайшие 10-15 лет, 20 лет станет пенсионером. Потому что это все актуально и, как бы, время движется. Мы не молодеем и надо просто думать о том, как, например, сделать жизнь наших близких, например, более удобной, да, использовать те возможности, которые есть сейчас. А их, на самом деле, очень много. И о чем я еще хочу сегодня поговорить, это о том, что чем отличается человек более старшего поколения от всех остальных. Ну, по мере всего прочего, то есть, не беря какие-то другие аспекты, отличается тем, что у этого человека есть огромный жизненный опыт. И даже это очень сильно влияет. То есть, несмотря на то, что человек не имеет каких-то определенных навыков, да, то у него в любом случае есть жизненный опыт. То есть, он прошел через какие-то ситуации, и он знает, как поступать в конкретных ситуациях. Этому нельзя научиться, это можно только пережить. Поэтому это основной навык, я считаю, для человека, который есть, и который очень ценен. И мы, люди, по стечению времени, проживая нашу жизнь, мы делаем какие-то осознанные выборы, проходим через какие-то ситуации и получаем этот опыт, который, ну, его действительно нельзя просто передать, да. И о нем можно рассказать, но его нельзя просто прочувствовать. Прошу прощения. И вот сегодня я просто хочу рассказать о том, как вот этот жизненный опыт людей, как им поделиться. Потому что, на самом деле, есть чем поделиться, и каждый человек владеет какими-то навыками, даже если он не знает об этом. То есть, возможно, он просто об этом никогда не думал, но прожив достаточно много лет, человек в любом случае обладает большим количеством знаний. И вот, да, как Алина пишет, что знаний много и некуда девать, и, естественно, что человек не понимает, как себя применить. И, например, если брать именно пенсионеров, или ту стадию, когда мы заканчиваем работать, и у нас пенсия, и у нас очень сильно часто меняется жизнь. То есть, не беря другие аспекты, там, здоровье или еще что-то, происходит следующее, что обычно человек работал много лет, а потом он вдруг перестает работать, и он не знает, что делать. Он не знает, как занять свое свободное время, он не понимает, что ему вообще делать, куда двигаться дальше. Потому что, когда человек работает, он видит цель, он знает, что вот у него есть цель, это его работа, там есть его коллеги, какое-то социальное общение, это важно. А потом это прекращается на какой-то момент, и резко меняется жизнь, и совершенно становится очень сложно. Поэтому хочется и об этом тоже поговорить, как именно с помощью технологии интернета вот преодолеть этот такой, как бы, разрыв, что ли, когда обычная жизнь, она превращается, ну, точнее, ну, да, она превращается во что-то другое. То есть, не надо думать, что она заканчивается, совершенно нет. Как вы видите по этой фотографии жизнерадостной женщины, я уверен, что у нее все хорошо, и она просто счастлива. И сегодня мы расскажем о том, как сделать свою жизнь более удобной, более, как бы, эффективной, как поделиться теми навыками и знаниями, какими есть вот с помощью интернета и технологий. А это достаточно просто, на самом деле, и сейчас это реально просто. Так, и вот эта картинка мне очень сильно нравится, она всегда, вот, вызывает у меня такое умиление, потому что она, в принципе, наверное, показывает такое, ну, общее статистическое отношение пожилых людей к компьютерам. Возможно, уже спустя, там, может быть, уже 5-10 лет, сейчас все по-другому. Ну, например, там, когда действительно компьютеры были такими, когда мониторы были большими, вот, мне кажется, что основная, вот, эмоция была вот именно такой, на лице у людей, и совершенно, ну, да, карикатурная, но она, как бы, отображает, вот, отношения. И вот я написал тут, ох, уж эти компьютеры, то есть, скорее всего, мне кажется, что не очень было понятно, действительно, зачем все это. Вот, зачем? То есть, вот, человек жил обычной жизнью, а потом ему показывают какую-то машину, какой-то экран, какой-то телевизор, и говорят, что там что-то можно делать, но совершенно непонятно, зачем. И вот этот вопрос, зачем, он будет вот сегодня звучать, наверное, несколько раз, я попытаюсь на него еще ответить, потому что вопрос, зачем, он самый главный. Сейчас я надеюсь, что многое изменилось, действительно, и просто, ну, как я уже сказал, да, что каждые 5-10 лет, там, человек-пенсионер, это уже другой человек, да, потому что 10 лет назад и сейчас все-таки по отношению к технологиям мы становимся ближе немножко, и, как бы, мы воспринимаем это более естественно. Скоро, например, наши дети, когда будут пенсионерами, да, то есть, они уже будут воспринимать совершенно, совсем по-другому, потому что они, многие уже родились тогда, когда все это есть, и все это было. И вот вопрос, зачем? То есть, нужно понимать, что возможности есть всегда, а желания нет. То есть, мы всегда что-то можем сделать, но мы либо не понимаем, зачем нам это делать, либо мы не хотим этого делать. И вот главное для каждого человека найти ответ на этот вопрос, либо показать ему эти ответы, что есть определенные возможности, и есть для чего это делать. Нельзя просто предоставлять возможности, да, Да, то есть, глупо показывать там велосипед или гоночную машину кому-то и говорить, что вот, ну, тут есть машина, вот есть там велосипед. То есть, нужно показывать, для чего это использовать. Не просто как инструмент, то есть, не просто как объект, а именно как инструмент для какой-то деятельности. Потому что, там, не знаю, все шариковые ручки, там, что-то еще, это же инструменты. Это инструмент для того, чтобы мы смогли написать. Раньше, например, писали, там, пиреевыми ручками, потом шариками, потом гелевыми и так далее. То есть, вот, просто по себе ручка не представляет, там, ценности без основной функции как инструмента. Да, она красивая, да, она там, ну, я не знаю, можно ей закалывать волосы для женщины, да, например, там, или использовать как еще что-то. Но без основной функции, она, собственно, не очень важна. Поэтому, вот, важно показать не только возможности, но и зачем это делать. И сейчас пойдет такой ряд слайдов, где я просто буду рассказывать о тех возможностях, которые есть. И, скорее всего, вы многие о них знаете. Если вы знаете о них, то мне было бы интересно услышать что-то в ответ. То есть, вы можете, если вы знаете, вот, о чем тут идет речь, вы можете написать. Тот, кто знает, а я, там, в процессе рассказа буду обращать внимание на вас и, возможно, там, порасспрашиваю вас более подробно. Первая самая классическая ситуация, когда, ну, например, пожилой человек, у которого есть время, он занимается ручным трудом, рукоделием, да, что-то шьет, что-то делает руками, как хобби, либо как что-то еще. Но часто мы видим, например, что, допустим, у метро кто-то что-то продает, да, или еще как-то. Либо просто мы знаем, что какие-то знакомые делают какие-то интересные вещи, одежду, изделия. И вопрос, вот, а как таким людям, потому что таких людей, на самом деле, очень много, как таким людям все-таки найти способ продажи, например, этих вещей, либо способ того, чтобы их узнали, потому что, действительно, многие пожилые люди делают вот эти очень классные вещи, но просто об этом никто не знает. И вот один из примеров таких сервисов, а их действительно очень много, то есть сайтов, сервисов, их реально очень много. Просто я показываю один из известных, это Ярмарка Мастеров. Она, в принципе, этот сайт очень известен вообще во всей России практически. И в чем он, как бы, важен, что здесь можно найти авторские работы по разному типу. Вот все-все-все-все-все, что вот только вообще возможно представить, там, из хендмейда, то есть из того, что делается руками. Вот кто-то что-то там вяжет, шьет, сувениры делает, из дерева вырезает, делает обувь и так далее. Все это можно найти здесь. И почему я привел это первым? Потому что, в принципе, вот использование этого сайта не требует, ну, вообще ничего, никаких технологий. Конечно, человеку нужно помочь, да, там, зарегистрироваться, сделать какие-то фотографии и так далее. Но смысл вот в чем. В том, что, например, если вы занимаетесь каким-то ручным трудом делать какие-то классные вещи, почему бы не использовать интернет как инструмент для того, чтобы о вас узнали другие люди и купили у вас то, что вы делаете? Ну, вы же делаете это не только в радость себе, да, но и, наверное, вам было бы приятно, чтобы ваши вещи кто-то носил. Поэтому, как пример, вот можно использовать такой сайт ярмарка мастеров. Как бы работает это очень просто. Вы просто регистрируетесь там, да, и, например, фотографируете ту вещь, которую хотите продать, либо отдать. Ну, лучше продать, конечно. И делаете описание какое-то, да, и просто человек, который, например, ищет что-то подобное, он найдет, и он свяжется с вами. И он может купить у вас что-то, либо заказать у вас что-то. И тут, на самом деле, возможностей становится намного больше. Поэтому о вас теперь будут знать, например, там, не просто ваши знакомые, не только те люди, которые живут рядом с вами, но и достаточно много людей, возможно, даже из других городов. То есть, если вы будете делать по-настоящему нужные и важные вещи. Прошу прощения. То есть, вопрос еще раз. А кто-нибудь вообще видел вот эту ярмарку мастеров или нет? Кто-нибудь заходил на этот сайт? Нет? Да? Кто-нибудь ответьте. Ну, в общем, я рекомендую зайти. На самом деле, он русскоязычный. Это в России действует. В основном в Москве и в регионах тоже можно посмотреть. Все по-русски, все понятно. Ничего сложного. Просто посмотрите, как это работает. Это действительно удобно. То есть, вот это самый простой способ вообще использования интернета, чтобы о вас узнали больше людей. И если вы делаете действительно что-то, вот, например, руками. Движемся дальше. И как не упомянуть Skype, да? Понятно, что Skype – это одна из программ, которая делает что-то, да? А что она делает? Она позволяет связаться через интернет с помощью голоса и видео. То есть, все мы знаем и все мы используем телефон. Сейчас, кстати, многие люди уже меньше разговаривают по телефону, только потому, что интернет дешевле. И, например, если у вас родственники в других городах, то, конечно, проще звонить по Skype или по интернету каким-то другим образом, да? С помощью других программ. Skype, надеюсь, все видели, да? То есть, или подобные программы. В любом случае, это очень полезная штука. Она бесплатная. Вы устанавливаете на свой компьютер или на телефон и можете разговаривать с другими людьми. Так вот, почему я привел здесь Skype? Это же не только общение, да, со своими родственниками. Вы же можете общаться еще с кем-то. Вопрос с кем? То есть, вы, как человек, который знает, например, что-то... Я сейчас пролистну вперед. Тут на английском, но я сейчас переведу, что это имеется в виду. То есть, вы, как человек, обладающий знаниями, вы можете эти знаниями поделиться с теми, кому эти знания нужны. И вот есть такой сайт международный. Я просто вот нашел первым его. Но, скорее всего, точно есть аналоги... Ну, точно есть аналоги русские. То есть, вот есть, например, repetitor.ru и так далее. То есть, смысл в том, что вы можете быть репетитором и объяснять какие-то там предметы школьные, возможно, а возможно, просто какие-то навыки, да, с помощью, например, того же Skype, с помощью человека... То есть, одному человеку один на один, да, звоня ему, или там он вам звонит, и вы передаете те знания, которые ему нужны. Очень часто это, например, может быть английский язык, или, например, иностранный язык, да. Ну, самый простой пример. То есть, когда вы хотите изучить язык, и, например, конечно, изучать язык лучше с человеком, который живет именно в той стране, чей язык вы изучаете. Ну, например, английский, если вам нравится более британский акцент, вы, конечно, должны, там, учить его с человеком, кто живет в Лондоне или, там, в Великобритании. Поэтому через Skype вы можете с ним созвониться, это, конечно, будет платно. Есть разные, там, сервисы, и, там, позанимавшись, то есть, никто никуда не едет, вы все у себя дома с чашкой чая спокойно занимаетесь, никто вас не отвлекает, и вы занимаетесь именно теми вещами, которые, там, вы хотите получить. Так вот, вы, как человек, например, старшего поколения, вы можете заниматься этим именно с точки зрения преподавателя. То есть, есть много сервисов, которые позволяют найти себе учеников, и вы можете рассказывать все, что угодно, смотря, там, что вам интересно и что вы хотите рассказать людям. То есть, это могут быть не только школьные программы, да, там, то есть, это, ну, реально все, что угодно. И, по сути, тут ничего не нужно, то есть, нужно просто настроить этот механизм. Если это, например, там, с оплатой, то это оплатно. Если вы, как волонтеры, например, рассказываете другим людям что-то, это бесплатно, но в любом случае это настраивается один раз, да, вам кто-то может помочь, и дальше вы делаете это систематически, и вы передаете свои знания, вы общаетесь с живыми людьми, и вы делаете какие-то хорошие и правильные вещи. Прошу прощения. Движемся дальше, я более подробно расскажу еще о возможностях. Помимо всего прочего, естественно, у нас есть YouTube. Это вот, условно говоря, телевизор в компьютере. Так, Наталья спрашивает, как найти нужных тебе людей? Во-первых, да, опять же, есть много сервисов, которые позволяют именно найти то, что вы ищете. То есть, опять же, вот если есть, если вы в школьной программе можете преподавать, например, что-то, да, то это, пожалуйста, там, тот же репетитор. Просто вы вбиваете в поиски, например, репетитор или еще что-то. То есть, конечно, на это нужно потратить время. Это нужна, может быть, какая-то помощь, как я уже сказал. Но это несложно. Просто сейчас я не готов более подробно рассказывать, потому что это такая узкая, да, тема, но, ну, как бы с помощью интернета это можно сделать, и есть специальные сервисы, которые позволяют, или сайты, социальные сети, которые позволяют нам найти тех людей, и кому мы будем интересны. Итак, движемся дальше. И вот я начал говорить про YouTube. Это, как можно назвать, это телевизор в компьютере. То есть, это такой большой сервис, который позволяет людям загружать свои видео. И вот, естественно, что я не мог не открыть ничто другое, как то, что касается еды. Потому что все мы знаем, что наши бабушки всегда готовят вкусную еду, да, и почему бы, например, как пример здесь приведенный, почему бы не делать какие-то видео о том, как вы готовите. Если вы хорошо это делаете, вам нравится готовить. Почему не рассказать об этом другим людям? И вот это же легко, действительно, это не очень сложно. И вы можете просто делать такой канал, где с помощью серии видео вы можете рассказывать о том, как готовить что-то. Тем самым люди будут смотреть вас. А у YouTube есть, у этого сайта есть партнерские программы, когда в ваших видео есть, ну, там, небольшая реклама в начале или в конце. И тем самым, если у вас видео становится популярным, если у вас смотрит очень много человек, то вы получаете за это деньги определенные. И если вы становитесь очень популярными, вы получаете очень много денег. Если вам не интересны деньги, а вы просто хотите рассказать, вы можете просто рассказывать это, и просто много людей будут видеть вас. Вы можете стать, в принципе, популярным человеком, либо просто действительно рассказать то, что вы знаете. И вот я привел тут пример, то есть с помощью приготовления пищи, конечно, вы можете рассказывать все, что угодно. Вы можете просто рассказывать свои воспоминания. Ну, об этом я немножко позже поговорю, но вы должны понимать, что возможности реально безграничны. То есть вы можете записывать все, что вообще вам в голову придет, то есть все, что вы знаете, все, что вы хотите рассказать, и просто это выбрать какую-то определенную тему, да, и объединить это в какой-то свой канал. И тогда просто люди, если им интересна эта тематика, они будут это смотреть, и они будут с вами связываться и так далее. Это очень интересно. То есть это самый простой способ практически. С этим, надеюсь, понятно, да? То есть, ну, об этом сайте, наверное, все знают. Скорее всего, много раз вы заходили. Обычно туда заходят, чтобы смотреть каких-то смешных котиков, но тут много чего действительно полезного. На этом сайте можно изучать иностранные языки, потому что очень много видеоуроков есть. Можно изучать вот как готовить пищу, или как делать что-то. То есть вот на самом деле, если у вас есть какой-то вопрос или запрос, как научиться делать что-то, самый простой и бесплатный, там, пример и решение, это вот зайти на этот канал, точнее, на сайт YouTube и посмотреть просто то, что вам нужно. То есть в поисковой строке вы выбиваете, и у вас куча вариантов. Следующее – это прямые эфиры. В принципе, вот о вебинарах я сейчас чуть-чуть скажу, но прямые эфиры. То есть когда мы с помощью компьютера, как я сейчас, рассказываем что-то и показываем что-то. Я сейчас не показываю, например, себя, я показываю вот презентацию, да. Можно просто себя показывать, просто что-то рассказывать. Возможности на самом деле очень много. И что это именно такое? Например, как мы используем, как теплица использует. Например, мы проводим разные мероприятия, и так как у нас есть, например, желание, чтобы эти мероприятия видели больше людей в других городах, и чтобы, например, это потом никуда не пропадало, мы делаем онлайн-трансляции, с помощью которых человек может зайти на тот же сайт YouTube и просто посмотреть, что происходит сейчас там, где мы проводим мероприятия. То есть это очень удобно, и это транслируется всегда и везде. И после того, как заканчивается трансляция, автоматически создается запись, и вам ничего не нужно делать, по той же ссылке у вас есть видеозапись. То есть условно говоря, например, вы можете сделать какой-то видеоурок, включить просто там компьютер, камеру, в прямом эфире что-то рассказать людям, которые захотят присоединиться, да, вот как вебинары мы сейчас проводим, да, то есть мы сделали какой-то анонс, пришли какие-то люди, кому это интересно. Вот, да, и видите, как бы, да, вы из другого города, но вы все равно смотрите, поэтому это очень удобно, и вы можете также сделать, рассказывая о чем-то, о чем вы хотите, и другие люди из других городов смогут это посмотреть. Это очень удобно и бесплатно, и потом создается запись, которую вы можете, опять же, использовать. То есть эту запись могут видеть всегда и везде. То есть тот человек, который, например, ищет, что вы делали, он всегда это сможет найти. Только, конечно, там есть какие-то нюансы о том, как это правильно нужно описать, чтобы было понятно, как найти, но это уж другой вопрос. Про вебинары, да, вот, например, мы проводим вебинар на площадке webinar.ru. То есть это сайт, где можно делать такие вебинары. Когда в прямом эфире я что-то рассказываю, то есть один человек рассказывает, другие люди участвуют, могут задать вопросы и так далее. То есть, конечно, сайтов таких намного больше, но просто это один из самых известных. Также можно использовать это, вот, как я уже сказал, да, то есть онлайн-трансляция на YouTube и вебинары — это немножко разные вещи, но суть одна, что вы онлайн, прям вживую, в прямом эфире, как новости, можете рассказывать что-то. И это очень здорово. С этим, надеюсь, понятно. Так, движемся дальше. И переходим к более такому серьезному, ну, в принципе, тоже простому, потому что это серьезно только с точки зрения вот повторения. То есть вот представьте себе, что вы решили рассказывать о том, как, не знаю, вязать крючком. Вы берете, делаете несколько видео с помощью, там, компьютера, веб-камеры, да, либо с помощью телефона. Сделали много видео. Ну, например, 10. 10 уроков. И с помощью этого вы можете сделать свой видеокурс. Сейчас очень развита в интернете именно тенденция смотреть видеокурсы. Это то же самое, как в институте, когда мы учимся, да, только это онлайн, когда есть видео, когда вам что-то рассказывают, потом у вас есть задание. И все это объединено в какую-то вот структуру и получается какой-то курс. В конце можно получить какой-то сертификат либо что-то полезное. И вот если вы, например, хотите это делать, то вот есть платформа Udemy, например, которая позволяет это делать совершенно бесплатно. То есть можно также бесплатно изучать, естественно, и можно создавать свои курсы. То есть если вы преподаватель, то есть если вы хотите стать преподавателем, условно говоря, вы берете и создаете этот курс. Конечно, тут нужна какая-то небольшая помощь там какого-то человека, который более подробно разбирается в технологиях, но на самом деле ничего сложного в этом нет. Мы, как теплица, мы сами делали видеокурс о том, как создавать сайт и разместили его здесь. Так вот смысл в том, что когда вы создаете, например, вот Галина пишет, что интересует психологию, да, интересует в плане изучения или преподавания. Если изучение, то вы тоже можете найти там, либо если преподавание, вы также можете сделать свой курс. Итак, возвращаясь к тому, что я говорил. Если вы, например, сделали таких несколько видео, да, и вы знаете, что вы можете сделать видеокурс, вы можете использовать, как пример, вот эту платформу, загрузить туда видео, описать каждый урок, и потом вы можете, во-первых, сделать этот курс платным. И от каждого ученика у вас будет идти какая-то сумма денег вам. Вы можете таким образом также зарабатывать. Безусловно, вы можете делать это бесплатно, сделать курс бесплатным. И вот я привел этот слайд для того, чтобы показать, что тут такая вот сумма есть, что в среднем каждый человек, который размещает курсы на этой платформе, он зарабатывает примерно 7 тысяч долларов. На самом деле, это достаточно большая сумма, но нужно понимать, что это не сразу, да. Это как понятие пассивного дохода. То есть, когда... Что такое пассивный доход, да? Когда вы что-то создаете, где-то что-то размещаете и больше ничего не делаете, да. А то, что вы сделали, это постепенно продается, например, и вы можете тем самым получать какие-то средства. Это очень важно и это очень, как бы, понятно, что это нужно, да, например. Но если вы, например, просто как волонтер хотите использовать эту платформу, вы также это можете делать и делаете это бесплатно. Что еще? Также есть возможность, например, записывать аудио. Есть такое понятие, как аудиоподкасты. Это как радио, да. Вот мы слушаем все радио, особенно раньше, когда телевизор не был очень развит, естественно, не было интернета, все слушали радио. Какие-то... Радиомаяк, еще какие-то программы. И многие до сих пор еще слушают, потому что действительно они отличаются каким-то привычным качеством. Так вот, по сути, вы можете создавать что-то свое подобное. Что я имею в виду? Например, вы можете... Ну, например, у вас есть какие-то знания о чем-то, да, вы можете это рассказать. Или вы можете побеседовать с кем-то. Или вспомнить что-то. Или еще что-то. И вы можете записать это на телефон. То есть есть приложение для мобильных телефонов. вы можете просто включить, делать записи. Там очень просто редактирование. Ну, опять же, понятно, что это нужна какая-то, возможно, помощь сначала. Но на самом деле это не так сложно. И впоследствии что получается? У вас получаются просто такие вот программы, которые голосом записаны, да. То есть там нет ни видео, ничего, и их можно только слушать. И потом их можно разместить бесплатно, опять же, на определенном сайте. и, например, давать ссылки на эту программу людям, кому это интересно, либо там своим знакомым, друзьям и так далее. И тем самым это, опять же, будет доступно всем. То есть вот хочу такую маленькую ремарку сделать, что когда вы что-то публикуете в интернете, если вы даете ссылку человеку, то любой человек может по этой ссылке пройти, да, и посмотреть, что вы сделали. Но это совершенно не значит, что когда вы разместили это на сайте, что сразу все люди это видят. Это видят только те люди, которые захотели это увидеть, то есть которые ищут это по определенным словам. Но это, опять же, уже другая тема. Так вот, просто можно использовать, опять же, вот этот формат для того, чтобы просто создавать какой-то интересный материал. Вот просто, например, можно создать воспоминания. Например, если вы или, например, ваши родственники, вот обычно, допустим, сейчас скоро 9 мая, да, и очень много появилось там программ, и появляется всегда программ, там, например, с воспоминаниями людей о тех временах, да, и вот самым простым способом это можно сделать именно таким. Вы можете сделать свою программу о воспоминаниях, о ваших воспоминаниях, или о воспоминаниях ваших знакомых, или вашей семьи, или родственников, или еще кого-то. Это как интервью, да, вы просто... И вам нужен только телефон, больше ничего, то есть это не надо никакой профессиональной техники, ничего. То есть все более-менее современные телефоны позволяют это делать, и это очень легко и просто, и вы... Я вот что хотел сказать еще, да, по поводу родственников, ведь часто мы, например, там, например, если там есть бабушки, дедушки, и мне кажется, что часто мы упускаем возможность именно пообщаться с ними о том, как они жили раньше, да, какие вот воспоминания у них есть, и вот мне кажется, это один из таких примеров, когда можно создать вот воспоминания человека и записать это, а потом любой человек может это послушать, и это очень интересно. Например, допустим, человек где-то жил в каком-то большом доме со своими соседями, он может рассказать об этом, и, возможно, кто-то когда-то будет искать информацию о том, с кем он жил раньше, да, ему будет интересно послушать эти воспоминания. В общем, возможности также есть, то есть это вот создание такого материала, когда можно слушать именно как радио, и когда это используется, часто даже мы, все люди, в принципе, как это мы используем, потому что, например, кто-то в машине когда едет, кто-то еще как-то, например, те, кто ездит на машине, да, часто они стоят в пробках, и часто они слушают радио, но также они слушают вот такие вот, это называется подкасты, то есть это такие материалы, аудио, потому что это не очень сильно отвлекает, то есть ты можешь слушать, но также можешь вести машину, не отвлекаясь от движения. Потому что телевидение, конечно, видео отвлекает, и это очень плохо для, там, ситуации на дороге, можно попасть в аварию, например. Или, например, когда человек занимается спортом, он может в наушниках слушать что-то полезное. Те же курсы, те же аудиокурсы. Можно сделать аудиокурсы, там, рассказывать о том, как, например, что-то делать. Например, там, курсы по истории. Или что-то еще. То есть, вот, на самом деле, безграничные возможности просто. Движемся дальше, немножко поговорим о путешествиях. И, например, вот, есть такая платформа международная, она действует также и в России. Называется Airbnb. И что это такое? Представьте себе, что у вас есть квартира, и, там, у вас есть свободная комната, и вы ее можете сдать гостью. Например, и, там, из другой страны, или еще что-то. Ну, понятно, что сразу у вас возникает вопрос доверия, да? Можно ли доверять незнакомым людям? Но это немножко уже другой вопрос. Представьте, что можно. Таким образом, вы можете сдавать свою комнату, и люди, приезжая к вам, они будут у вас жить, и я лично сам пользуюсь этим сервисом, когда путешествую в другие страны. Почему? Потому что это намного удобнее и иногда даже дешевле, чем в гостинице жить. Почему удобнее? Потому что всегда хочется понять, как живет обычный человек в том городе, там, в другой стране, да? То есть, что он чувствует, как он, ну, что он делает вообще, какой у него дом, то есть, там, как он в магазин ходит, или еще что-то. То есть, это очень удобно, и вы можете сдавать свою комнату, эту или квартиру полностью, и это будет выгодно для вас, и, ну, то есть, это действительно здорово. То есть, это, опять же, можно бесплатно зарегистрироваться на этом сайте, зайти, просто разместить фотографии, описание вашей квартиры и так далее. Опять же, это нужна небольшая помощь и немножко доверия, но обычно, так как это сервис международный, обычно мало проблем с ним возникает. Сайт, ну, в презентации он есть, но я сейчас напишу вам здесь. По-моему, так. Но, в любом случае, в презентации вы, если на картинку нажмете, то вы перейдете по ссылке. Что еще касательно путешествий и всего остального? Представьте себе, что вы долго живете в городе. Если, например, это не Москва, так как Москва все-таки большой город, да, конкуренция выше, или где-то в небольшом городе, в любом случае, к вам может приехать человек из другого города, либо не к вам, а просто приехать человек. Например, он даже может приехать по работе. Так вот, часто человеку хочется посмотреть что-то интересное в городе, но ему совершенно не хочется смотреть какие-то общие вещи, которые, там, пишутся в путеводителях. И вот что существует. Есть такие сервисы, которые позволяют проводить свои собственные экскурсии. Например, вы долго живете или с рождения живете в этом городе, и вы можете просто рассказать свою версию этого города, то есть, что вам ценно в этом городе, тем людям, кому это будет действительно интересно. То есть, например, если это касаемо Москвы, вы можете регистрация на Airbnb. Там есть на русском все, сейчас уже на русском все. Вот. А здесь также на русском, и вы можете просто поставить какую-то свою стоимость и рассказать о том, что конкретно вы можете рассказать о конкретном городе. и это очень интересно, потому что, когда когда вы приезжаете в другой город, самое простое, это, конечно, самое интересное, это узнать все-таки у горожан, как они живут и что они видят. Потому что туристический город и обычный город, он, конечно, отличается, да, потому что туристов обычно возят по каким-то очень таким общим местам, обычно по дорогим местам, и совершенно не самым интересным, совершенно не значит, что вам покажут что-то Поэтому этот сервис вы можете также использовать как экскурсовод. Например, вы можете там зарегистрироваться, придумать какую-то экскурсию по своему городу, разместить ее, и, возможно, те люди, которые будут в вашем городе, они найдут это и захотят, чтобы вы провели эту экскурсию. То есть, ну, это действительно такое интересное, что-то новое. И тут получается, что интернет является очень таким мощным инструментом, который позволяет вам делиться знаниями с другими людьми. Перейдем немножко дальше. Есть такая платформа planet.ru, есть другие платформы. Есть такое слово crowdfunding. Что же это такое? Опять же, я говорю очень простым языком. То есть, все очень просто. Например, у вас есть какая-то идея. Либо у вас есть какой-то свой проект. Либо вы хотите сделать что-то, но у вас на это что-то не хватает денег. У вас или вообще их нет. И смысл таких платформ вот в чем. Вы на этот сайт регистрируетесь бесплатно и потом рассказываете о своей идее, то есть, на что вы хотите собрать денег. Ну, например, вы хотите сделать, например, коллекцию, я не знаю, чего-либо там. Допустим, вы делаете вазы, ну, условно, и вы хотите сделать коллекцию, но вам для этого не хватает денег. Вы регистрируетесь на таком сайте, пишете свою идею, что я хочу создать там такую-то коллекцию и так далее. И вот нужно написать так, чтобы людям было интересно. И тем, кто будет интересен, они могут вам помочь деньгами. То есть, они могут вам не пожертвовать деньги, а именно помочь деньгами. То есть, стать со-спонсорами. Это что значит? Это значит, что они не просто отдают вам деньги, а взамен что-то от вас получат. Ну, например, то есть, если вы делаете коллекцию каких-то ваз или еще что-то, или цветов там, допустим, да, то вы можете дать им одну вазу, да, например, или две вазы. В зависимости от того, сколько денег они вам дали. Таким образом, если у вас есть какая-то идея, вы можете на нее собрать денег. И можете собрать денег достаточно много. Важно только понимать, чтобы эта идея была правильной. Ну, например, самый простой пример – это написание книги. Вы хотите написать книгу, чтобы у вас издали, чтобы она была обычная бумажная. Вы можете написать идею на этом сайте и там собрать денег, сколько вам нужно на то, чтобы издать эту книгу. Это, опять же, все на русском языке. Просто нужно зайти и посмотреть уже те проекты, которые существуют, и посмотреть, как они сделаны были. Например, если касаемо книг. То есть, просто нужно посмотреть аккуратно, внимательно. Обычно это ничего сложного. Там просто есть там краткое описание, небольшое видео о том, кто эти люди, для чего они собирают деньги, да. И обычно это к нам пришло в Россию, естественно, из-за рубежа, а там это было сделано и до сих пор действует следующим образом. Что часто, например, какие-то новые технологии появляются или что-то интересное новое, да. И люди обычно собирают деньги на издания. И почему они отдают деньги? Потому что интересно, и они хотят получить вот что-то новое первыми, да. То есть, до того момента, пока это поступит в продажу. То есть, вот если человек хочет, чтобы это там возникло у него, то есть, он получил это, то он может дать какую-то сумму. И таким образом, там, они соберут эти деньги, которые необходимы. То есть, например, если я хочу, чтобы я первый получил книгу какую-то интересную, я, конечно, дам денег. Там 100 рублей или там 150 рублей, да. А если таких, как я, много, например, там, тысячи человек, то можно собрать очень много денег. Вот, поэтому это тоже такой простой способ, но с точки зрения реализации, ну, то есть, он возможен, просто нужно сделать все правильно и интересно. То есть, ну, это, опять же, большая возможность. Теперь мы немножко поговорим о том, как оставаться в общественной жизни. Например, если вы действительно пенсионер, вы ушли с работы, вы мало теперь общаетесь с людьми, и вы не знаете, как вообще участвовать в общественной жизни. И теперь вы можете это использовать, вы можете это делать с помощью интернета. Потому что сейчас достаточно много сайтов, которые позволяют это делать. Например, если вы живете в Москве, и есть подобный сайт, вы можете видеть, например, какие-то проблемы в вашем доме, либо на улице, либо еще что-то там, либо мусор, например, где-то, где-то асфальт там сделан плохо, либо яма какая-то. И с помощью этого сайта вы можете писать о нарушениях, которые, или о проблемах, которые будут потом сделаны. Это действительно работает. Это не шутка, это действительно работает. То есть, раньше были жеки, надо было ходить, ругаться, кричать, требовать. Сейчас немножко все стало по-другому, но смысл тот, что вы сами можете как бы решать, что будут изменения какие-то. То есть, вот если у вас какая-то площадка около дома детская не сделана, или вообще или нет, или она плохо сделана, вы можете на этом сайте написать, описать проблему, и много примеров того, что эти проблемы были решены. То есть, таким способом через интернет вы можете повлиять на какие-то проблемы и их решения. Если говорить, например, более конкретно об общественной жизни, то есть такой сайт change.org. Он русскоязычный сейчас, в России действует, естественно. И он смысл в том, что тут можно подписывать петиции, то есть это голоса. То есть, например, когда вы хотите стать частью чего-то, либо помочь, да, там, например, собрать голоса за то, чтобы, например, как вы видите, пример здесь, что детский дом номер два в Саратове сохранен. То есть, например, допустим, там, вы видите, что сносится здание или еще что-то, вы можете с помощью этого сайта создать петицию, и если много людей соберет подписи, условно говоря, подписи, виртуальные подписи, да, то и это будет направлено в нужные органы государственные, то они это увидят, что много людей против. И, соответственно, они перестанут, например, там, делать то, что начали. И это действительно работает, это правда работает. То есть, этот способ сейчас позволяет вам оказывать влияние на общественную жизнь, на то, что происходит вокруг, и это правда, то есть. И немножко это пересекается с голосованием, да, например, когда у нас выборы и так далее, многие думают, что от нас ничего не зависит, но если мы все будем думать о том, что от нас что-то зависит, то вот изменения начнутся. То есть, надо просто, чтобы каждый понимал, что он может повлиять на что-то. И вот с помощью таких вещей вы можете это сделать и потом показать своим, там, родственникам, знакомым или близким или друзьям, что вот это работает. Так, движемся дальше. И если мы будем говорить о волонтерстве, это когда вы помогаете безвозмездно, бесплатно, то есть, например, у вас есть свободное время или у ваших родственников, или близких, или друзей, и вы можете в это время сделать что-то полезное. Да, помогать, там, людям каким-то, делать какие-то работы, проводить какие-то семинары или еще что-то. Например, есть такой сайт волонтер.ру, который, в принципе, ну, он описывает вообще, что такое волонтерство, где можно стать волонтером и так далее. И как я вот привел этот пример, тут на странице написано, ждем волонтеров старше 50 лет. Как вы видите, это очень востребовано, и людей таких действительно ждут, потому что это, это правда интересно. Эти люди могут общаться с молодыми людьми, рассказывать им много полезного, таким образом передавая им свои знания. Поэтому стать волонтером это тоже очень важно, и вы, как бы, понимаете, что это, вы станете вести более общественную жизнь, если вам это действительно хочется. Как я уже вначале говорил, зачем, да, если у вас есть потребность в этом, если вы хотите это делать, то, конечно, вы это можете сделать, и для этого есть возможности. Все зависит от того, действительно хотите вы или нет, а возможности есть. И последнее, что я хотел рассказать, это, естественно, про книгу, написать книгу. Может быть, это звучит странно, но сейчас можно спокойно написать книгу, и так как много сейчас читают в электронном виде, как вы видели, наверное, в Метро, например, да, все вот, многие люди электронные читалки, да, вот эти вот книги, не беря другие там, то есть телефон или еще что-то, и просто есть электронные книги, можно читать книги в электронном виде, да, и поэтому вы можете написать такую книгу и издать в электронном виде. То есть вы можете написать все, что угодно, это ваше, это вот просто правда, все, что угодно. И если это будет интересно людям, они будут это читать. Это можно сделать бесплатно, издать книгу, а также вы можете, условно говоря, разместить ее там, где люди будут читать за какие-то деньги. И, например, вот этот сервис Libereo, о котором мы делали видеоурок, самый простой пример того, как это сделать. То есть, условно говоря, вы просто печатаете книгу, и потом буквально с помощью там трех действий, да, вы ее переводите в тот формат, который доступен для электронных книг, и все. И человек может зайти по ссылке, скачать вашу книгу и читать то, что вы написали. Это может быть образовательные какие-то курсы, это может быть ваши воспоминания, это какие-то истории, все, что угодно. Просто правда, все, что угодно. Поэтому возможностей очень много. И для того, чтобы это опубликовать, опять же, не нужно денег. И что еще? Это, например, пример того, что вы можете публиковать ваши книги и продавать. То есть, например, есть такой сервис BookMate. Это когда вы можете читать электронные книги, есть там бесплатные книги, но если вы хотите, например, как в библиотеке читать много книг, вы должны, например, платить каждый месяц по какой-то небольшой сумме. Так вот, этот сервис теперь позволяет и обычным физическим лицам, то есть не компаниям, а обычным людям зарегистрироваться и опубликовать свою книгу там. То есть, это может быть все, что угодно, как я уже сказал. И тем самым эта книга потом будет доступна только по платной подписке. И таким образом вы будете получать ежемесячный доход. То есть, если вы, например, напишите что-то интересное, действительно интересное тем людям, кому это может быть интересно, да, то, пожалуйста, вы можете получать даже доход с помощью этого. И вот таких возможностей действительно очень много. Я много сегодня говорил о том, что можно делать что-то бесплатное, либо платное. Это ваш выбор, да, но возможности есть. И у каждого своя цель, да. Кто-то хочет просто вести более такую активную общественную жизнь, а кто-то хочет иметь какие-то средства, да. Это нормально, потому что все мы живем, и нам нужны деньги на существование. Поэтому возможности есть. Просто их нужно использовать и не бояться, что что-то пойдет не так. В любом случае вы ничего не потеряете, вы только приобретете. Поэтому бояться здесь нечего. Просто, может быть, нужно помочь, показать людям, как этим пользоваться. Там буквально два-три шага, да. Но это не так страшно, как кажется. То есть, вы только можете приобрести что-то. Так. И самое главное, что я хотел сказать сегодня, да, еще раз, что технологии, это интернет, это компьютеры, это инструмент. То есть, это не самоцель, это не что-то такое, как бы магическая какая-то коробка, да, где все возможно. Это инструмент. Это то же самое, как ручка, которую вы пишете, как карандаш, которым вы рисуете. Это вот, это как отвертка, которой вы заворачиваете шуруп. Вот, вот это инструмент. Это нужно понимать, и тогда будет понятно, что инструмент просто... Что такое инструменты, да? Это вещи, которые позволяют нашу жизнь сделать проще. Например, без отвертки завернуть шуруп очень сложно, но можно. С помощью отвертки это сделать быстрее. Также, например, с помощью ручки написать проще, чем без ручки. Поэтому с помощью интернета мы можем сделать что-то проще, чем без интернета. Поэтому вот это самое главное, что есть много возможностей, которые не надо бояться использовать. Но главное, чтобы было желание. Без желания никто ничего не делает. Вот, в принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью послушаю. То есть, вы желательно только напечатать вопросы. И буду рад ответить на них. Мы как раз успели практически за 50 минут. Я надеюсь, что вам это было полезно действительно. Да, Галина, спасибо. Пока вы пишете или не пишете свои вопросы, значит, наш сайт это t-st.ru, test.ru. И в социальных сетях нас можно найти очень легко. Мы везде теплицы СТ. И главная цель у нас это связь некоммерческих организаций и IT-специалистов. Но если просто, то мы пытаемся действительно рассказать о сложных вещах простым языком. И вот я надеюсь, что иногда у нас это получается. Да, возможности не только для пожилых. И вот действительно, если использовать все те возможности, о которых я рассказал, то уже будет очень большой плюс. Поэтому я думаю, что здорово. В общем, как можно скачать вашу презентацию? Да, сейчас я это сделаю. Буквально через несколько минут. Я туда просто нажму на стоп записи и выложу.